Спонсор программы Элита – старейшая ветеринарная клиника доктора Широнова. Полный спектр ветеринарных услуг для ваших питомцев, современное оборудование, широкий ассортимент медицинских препаратов. Ждем вас в будни с 9 утра до 9 вечера, выходные с 9 до 18 часов, в экстренных случаях круглосуточно. Вероника, посади, пожалуйста. Сзади? А, хорошо. Блеск. Раз, два, три. Раз, два, три. Военно-патриотический казачий конный клуб «Ермак» базируется в Краснозаводске, на территории подростково-молодежного клуба «Красная гвоздика». Его создатели Михаил Приезжев и Степан Щеглов встретились лет 6 назад. Мысли совпали, и появился «Ермак». Каждый день города конный клуб дает представление, ведь кони, клуб, артисты и трепачи не отстают и наездники, друзья и воспитанники клуба «Ермак». Мы заглянули в деньники в будни. Кто-то готовился к тренировке, кто-то убирал за четвероногим партнером. У них обязанность почистить лошадь, следить за амуницией, которую им выдали, и за деньниками, за местом, где стоит их лошадь. Ну, есть еще, конечно, штрафники, кто проштрафился, там еще что-то. Можно проштрафиться. Я как бы, ну, как сказать, как можно проштрафиться. Оно набегает, то двери не закрыли, то еще что-то. Ну, это с младшими группами, с младшими, с младшими детьми, вот сталкиваемся с такой проблемой, что их вообще ничего не заставишь делать. Вот вообще. То есть все многие приходят там, вот я хочу только так и все. Но у нас такого нет, у нас никто никого не выделяет. У меня вот свой сын мой ходит. Он со всеми наравне также берет лопату, кидает этот навоз. Степан Щеглов – главный тренер клуба «Ермак», конник в пятом поколении. Родом из города Суровикино, Волгоградской области. Служил в кавалерийском почетном экскорте президентского полка. Сейчас готовит трюковых лошадей и тренирует ребят военно-патриотического клуба. Мы попросили познакомить нас с некоторыми четвероногими артистами. Бук у нас, он такой взрывной характер у него, энергичный. Ну вот он прыгает у нас через бочки, кареты, фаэтоны, столы. Он такой конь, который, даже если он будет знать, что он не сможет одолеть высоту или какое-то препятствие, но все равно попробует. Этого товарища зовут Блеск. Соответствует? Конечно. На его счету покусаны детей всех. Ну не кусает, но прикусывает, так прихватывает бывает. Но на меня ни разу даже не пытался покуситься. Потому что это один из моих любимых коней. А что он таким образом? Он выясняет, насколько степень свободы у него по отношению, например, к начинающим наездникам или что? Почему он так себя ведет? Надоедает, когда садятся дети. Ну вот им сложно объяснить, еще как бы донести до них, что, допустим, вот за повод нужно рулить поводом. Они пытаются им за него держаться, там, тянуть. Ему это не нравится. Ну зачем тебе это нужно? Может, он ничего не делает. Он становится на свечку, ребенок скатился с него, он встал рядом и стоит. Но зато в работе Блеск не подводит перед камерой. Работает всегда на отлично. Это соловей. Разбойник? Ну да, соответствует. Ну, как бы тоже. Вот вроде соловей, ну, бывает, он может себе там тоже что-то позволить, схитрить. Но что касается работы, все, что будет зависеть от него, требуется. Он сделает все на 110%. Хотя бывало, ну, он и сейчас бывает дурит иногда. Он у нас вот экипаж там стоит на улице. Он по осени у нас с ним убегал. Далеко? Ну, почти туда вот вниз, как спускаться к плотине, добежал. Ну, фаэтон у него, экипаж отцепился, там, в столб у него влетел, а он дальше побежал. Склонность к побегам у соловья наследственная. Его отец уходил у меня, мы под Можайском, за Можайском там ездили. Есть фестиваль проводит, Удаль Молодецкая. Мы возили детей туда. И вот утром часов в 6 утра у меня детвора буют. У нас коня нету. Я говорю, как нету? Вот только вставал, ну, 5 минут, выглядывал, вроде все были. Нету. Выхожу, правда, нету. Я на лошадь и поехал по следам. Хорошо после дождика. И поехал сначала не в ту сторону. Оказалось, ночью приезжал какой-то дед из соседней деревни на Кобыле. Я думаю, ну, конь точно за Кобылой ушел. Нет. Нашел в какой-то другой деревне, вся деревня, вот, в каждый двор заезжал, спрашиваю, коня не видали? Я с 5 утра здесь, говорит, нет. Сидел дедок один, под датой, говорит, да он тут, говорит, так пролетел, говорит, и что, говорит. Я думал, он меня собьет. Ну, вот мы его догнали, он за 70 километров успел, 70 километров прошел за 5 часов конь. Куда шел-то хоть, не сказал? Домой. А, да. Вот именно, ну, мы тогда еще в Александрове стояли. Вот как везли на машине, так он ушел четко по дороге. Лошадиных историй у Степана Щеглова много. К каждому четвероногому трукачу находится свой подход. Процесс этот не быстрый, но увлекательный. В два, в два с половиной года мы начинаем, да. Хотя, ну, как бы заводы там все многие рассчитывают, ну, как бы предлагают, что лошадь там до трех-четырех лет нужно кормить, растить. И только потом там заезжать. Ну, у нас, как бы, нету такой востребованности. В два года мы заезжаем, ну, легко, спокойно, потихоньку, аккуратно, не ломая там, не портит. Ну, и, как бы, требовать начинаем от них такую прям работу, начинаем производить, ну, через полгода где-то, через год. То есть, пока он втянется, окрепнет. Ну, в два года он еще не окрепший толком. Поэтому, ну, проще еще научить его, пока он еще сам не понимает, что это такое, научить вот эти все кланяться, лежать. Пока у него и суставы там еще, как достаточно такие мягкие, эластичные, то есть, чтобы не было всяких, как бы, растяжений там всяких, ну, чтобы не лечить потом лошадь. То есть, у него не характерные для него это движение, да, и чтобы, как бы, заставить ему заработку. Да, 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 ну, как гимнастика, как бы, то же самое, чтобы все было аккуратно, вот, именно в момент, пока он не понимает. Ну, как с детьми, с маленькими, отдают же в гимнастику их там, он только ходить начал, их отдают сразу, пока он тянется, пока у него все мягкое, гибкое. То же самое и с ними, понимаете, в четыре года этого, допустим, его, на него сядешь, он уже возмужавший. Во-первых, пока ты на него, там, приучишь его. Во-вторых, потом уже что-то делать, он уже окрепший, все. А так он уже окрепает у нас, вот, и никаких проблем тут нету. Я с ними все, ну, о многом разговариваю с ними. Если что-то, как бы, такое начинаем делать, я с ними разговариваю, прям, ну, как с людьми. Ну, например, вот, когда у нас соловей убежал осенью с фаэтоном, он выпугался, то есть в последующее время он не то, что там запрягаться, он даже близко не подходил к этому, то есть, ну, можно было там избить его, закрутить, скрутить, и он, ну, поставили бы и так же бегал. Мы его несколько месяцев не трогали вообще, то есть с этим делом, чтобы там запрягаться, еще что-то. А потом уже пришло время, ну, надо. И вот я с ним походил, вышел вокруг этой тележки, вот в руках ходил с ним, вокруг тележки, и рассказывал. Вот я его купил, ну, как купил, он с моего табуна, но кобыла была от дядьки моего, это дядьки моего конь. И у него было две дороги, либо его заберу я, либо его сдадут на мясо. И вот я с ним и ходил, говорю, ну, ты понимаешь, я домой приезжаю, дядька за тебя спрашивает, как ты, чего там. Говорю, вот, видишь, он за тебя переживает, говорю, если бы не я, ты бы на колбасе уже давно был, колбасу бы уже съели из тебя. Вот это смешно, да, выглядеть со стороны, но на следующий день я его вывел, поставил, запрек и поехал. Не прибегал, ну, как бы я не сторонник того, чтобы приблинять какую-то физическую силу, там, еще что-то, потому что, ну, и мать учил, и отец. Ну, и сейчас уже, как бы, и сам уже понимаю, что, ну, невозможно с ними силы справиться. Представляете, полтонны живого веса. Их только умом нужно, вот, лаской, любовью, как-то, вот, головой побеждать. Степан Щеглов и его кони снимаются в кино и сериалах. Анна Каренина, Золотая Орда, Матахари, Легенда о Калаврате и Тихий Дон, фильмография Каскадера. Накануне нашего визита этот серый конь участвовал в съемках клипа Николая Баскова. Ребята, что занимаются в военно-патриотическом клубе «Ермак», тоже осваивают джигитовку. У них есть стремление к тому, что, когда они подрастут, они все будут ездить на кино. Куда-то на съемки, куда-то еще что-то. Вот у нас Антон ездит на сером коне. Вот он уже, не знаю, раз, ну, раз пять уже был на съемках. В следующей программе мы продолжим разговор о конном клубе «Ермак» и расскажем о работе конных каскадеров подробнее. Шотландец Алонса чихает. Хозяйка уже капала в нос и промывала его, но улучшений нет. И течет-то из этой ноздри, да? Да, да, и глаз тоже слезится в основном, только больше вот из этой, с этой стороны. Могу подозревать какой-то полипозный процесс в носовых ходах, но это делается риноскопия. Ну, небольшое такое устройство, тоненькое, вводится в носоглотку, ну, камера, и смотрится. Надо понять, из-за чего, раз у него вовлечен в процесс нос, одна ноздря, ротовая полость тоже получается в мягкое небо с этой стороны, и глаз, то есть процесс может быть внутри, он един. Алонса приехал из Чебоксар, потому доктор не исключает лингватулез – паразитарное заболевание дихих и домашних животных, когда языкоподобный червь поражает носовые полости и лобные пазухи. В нашей области заболевание редкое, но кот приезжий, так что исключать лингватулез нельзя. После риноскопии Алонса будет назначено лечение. Напоминаем, клиника доктора Шурунова находится в Сергиевом Посаде, на улице Кооперативной, в доме 41. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова